Вечером в пятницу 13 ноября столицу Франции потрясли 6 терактов, подготовленных и проведенных с военной точностью практически синхронно. В 21.20 по парижскому времени возле входа на стадион Stade de France, где проходил футбольный матч Франция-Германия, сработало несколько взрывных устройств, появились первые жертвы этого страшного вечера. 80 тысяч человек, собравшихся на стадионе, решили, что рвутся петарды. Власти, чтобы избежать паники, ограничиваются эвакуацией стадиона президента Франции Франсуа Ланда и министра иностранных дел Германии Франко-Вальтера Штайнмайера. Через 9 минут после подрывов у стадиона неизвестные открывают огонь из стрелкового оружия по посетителям ресторана «Пти Камбодж» в 10 округе Парижа. В 21.38 под обстрел попадают прохожие на Рюде Шарон в 11 округе. В 21.45 четверо террористов в масках врываются в концертный зал «Батаклан» на бульваре Вальтера. Там в это время идет концерт и под огонь попадают полторы тысячи зрителей и музыканты. Прекратив стрелять, террористы удерживают оставшихся в живых заложниками. В 21.49 группа террористов обстреливает пиццерию у площади республики. После 12 ночи полиция и спецслужбы проводят штурм концертного зала. Террористы-смертники приводят действия пояса со взрывчаткой. Более 130 человек погибло и более 300 ранены. Из них более сотни тяжело. Некоторые умерли в больницах. Убитые и захваченные за выходные дни террористы идентифицированы как сторонники Исламского государства Ирака и Леванта, ИГИЛ. Ответом стали масштабные антитеррористические операции по всей Европе. При этом возникают перестрелки и звучат новые взрывы. Уже сегодня в понедельник два взрыва произошло в столице Бельгии, Брюсселе, где правоохранители разворачили очередное гнездо исламских террористов. Уровень террористической угрозы в Европе побил 50-летний рекорд. Добрый вечер. В эфире МБС программа «Энну Мелелеледжи», которую веду я, Семен Никулин. Гость нашей студии – экс-депутат парламента Михаил Макан, руководитель общественного объединения «Союз ветеранов войны в Афганистане». Также мы ждем другого экс-депутата парламента Анатолия Плугару, экс-министра национальной безопасности Республики Молдова. Говорить сегодня будем о терактах в Париже и об их влиянии на судьбу нашей маленькой восточноевропейской страны – Республики Молдова. Итак, начнем. Добрый вечер, господин Макан. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, серия терактов в Париже – это сигнал чего? Ну, на мой взгляд, конечно, я бы начал свою беседу с того, что я, как и все граждане мира, сожалею и очень скорблю о том, что произошло в Париже, о том, что погибли люди, и мы все, как люди, имеющие сердца в груди, очень переживаем и соболезнуем погибшим. То, что случилось во Франции, это, конечно, очень прискорбно, но если взять чисто политическом плане, наверное, я считаю, что очень серьезно случается именно то, что, наверное, все это было предсказуемо. Это, на мой взгляд, потому что то, что в последнее время мы видим, что там происходит, и большое переселение, большой наплыв людей арабской национальности, а также людей Сирии, и мы четко и ясно осознавали и видели, сколько людей туда прошло, и я так понимаю, что там, скорее всего, еще прошло очень много и игиловцев, которые под прикрытием были засланы на территорию Франции, и теперь вот мы видим реальный итог всего, чего происходит. Понятно, спасибо. Ваша точка зрения понятна. И вот к нам присоединился Анатол Плугару, экс-министр безопасности Республики Молдова. Здравствуйте, господин Плугару. Мы сегодня говорим о последствиях серии терактов во Франции для нашей страны. Ваше мнение, сигнал чего была эта серия терактов и последующая за ней антитеррористическая операция по всей Европе? Ну, во-первых, надо сказать, что то, что там произошло, это было легко прогнозировать, и это не год, или два, и даже не пять тому назад. Все это долго созидалось, создавалось, так сказать. Это, во-первых. Во-вторых, если посмотреть в глубь истории, я, например, однажды занимался Максом Нордау, так он эти флуксы, рефлуксы, наплывы, эмиграционные волны предсказывал еще в начале прошлого века, 1905 года издание его, одна работа. В-третьих, мы уже много лет видим, как наши заокеанские партнеры, так сказать, эти вещи сначала создают, сначала финансируют, а потом они же с ними и борются. В-четвертых, я не знаю, ну, не повезло, я думаю, и ни Франции, ни Соединенным Штатам Америки на руководителя, что это предиголие было бы невозможно, как мне кажется. Что касается отзывов и эхана на территории, где мы проживаем, я думаю, что мы тоже это почувствуем. И не потому, что мы имеем роль сопоставимую с ролью Франции, или Англии, или там Штатов Соединенных, в смысле атак на мусульманский мир, военные операции против этого мира, потому что это так надо называть, надо называть вещи своими именами. У нас не такая роль, но мы, к сожалению, тоже отметились в различного рода мероприятиях по разминированию, по обеспечению и так далее. А, как известно, ислам, религия серьезная, и, к сожалению, не все руководители нынешних европейских стран, да и наши в том числе, не понимают, что такое эта религия, что такое, в частности, джихад, в их понимании и представлении. Сегодня на шарике нашем не так много народов и не так много религий, чьи приверженцы, участники, готовы пожертвовать своей жизни, считай, за счастье положить жизнь за свою веру. Ну, сколько в мире таких осталось? В Японии еще можно это встретить, ну, в исламском мире, ну, предки наши, прапоро-предки тоже, даки, умирали, улыбаясь ради веры, ради народа своего. Ну, поэтому, я думаю, что это мы почувствуем, потому что мы имели неосторожность зарегистрировать одно из направлений ислама здесь. Известный всем Сашка мусульманин, взял и без особой проверки зарегистрировал. А как хорошо-таки тоже известно, эти вещи нуждаются в каких-то явках, в каких-то базах, в каких-то местах, где они собираются, где они ведут соответствующую подпольную работу. И коль скоро мы эту линию зарегистрируем, то там, где есть частная собственность, мусульман, то там никто не пройдет, там вот можно и атомную бомбу собрать при необходимости. Поэтому с момента регистрации ислама и у нас, и с момента, когда наши тоже слишком старательно принимают в сторону Соединенных Штатов и вообще стран НАТО, в смысле их мероприятий против ислама, то это нас тоже коснется. Хорошо, я понимаю, что ученые и социологи могли предсказать волны переселений, возможно, волны беженцев от войны, но неужели кто-то мог предсказать, что беженцы укусят руку, которая подносит им хлеб? То есть, в принципе, эти люди прибыли, якобы скрываясь от войны, а сейчас они сами объявляют войну тем странам, которые их приютили. Где здесь логика, господа? Ну, давайте пусть начнет... Как угодно, да. Ну, вы знаете, конечно, можно обсуждать со всех сторон этот вопрос, но есть, наверное, уже, если смотреть вглубь, то уже образовалась какая-то аналитика всего этого, да? Есть очень много материалов, очень много аналитиков высказывали свое мнение в этом направлении. И, вы знаете, я не понаслышке знаю, что такое терроризм, будучи еще в Афганистане, в афганской войне 1979-1989 годов, мы одни из первых, которые начали противостоять этому терроризму. Потом мы знаем, когда мы ушли с Афганистана, на территорию Афганистана вошли уже войска НАТО, они же ведь тоже не просто так вошли, это тоже одна из мер предосторожности для дальнейшей борьбы с талибами и так далее, и тому подобное, которые, в принципе, сами же создали и американцы. Что касается большого наплыва сирийских и других афганцев там с Египта, граждан, которые большими толпами, можно сказать, тысячными толпами направились искать свою жизнь именно в Европе, то это, наверное, опять же, предсказуемо, потому что все-таки и Европа, а также и Франция, они же полностью участвуют в этих антитеррористических, скажем так, акциях, и в этих всех странах, они же и бомбили там, и их войска находятся там. Хорошо, а что же политики этих стран не знали этого, когда пропускали этих людей беженцев? Я считаю, что, находясь в коалиции Соединенных Штатов Америки, они считали, что Америка правильно делает, Америка выиграет, и поэтому они вместе в этой коалиции, они шли, они шли заодно, но тут оказалась палка двух концов, тут совершенно по-другому началось, понимаете, и они ни в коем случае не ожидали, и тут надо смотреть, что именно когда начались вот эти террористические акты, в тот момент, когда Франсуа Алан заявил, что он закрывает границы, понимаете, и тут же на следующий день начали звучать эти взрывы и так далее, и так далее. Понятно, но удастся ли, господин Пугару, удастся ли загнать этого джина обратно в бутылку, сможет ли Европа остановить исламских террористов и вернуть покои в дома обывателей? Давайте я сначала дополню ответы моего коллеги. Дело в том, что об этих вещах надо думать заранее, не за полгода или за год, а за годы, за десятилетия, может быть, когда ты что-то делаешь, проводишь в своей политике, надо думать, какие же будут последствия через годы. И вот оказалось, что как раз руководители этих европейских государств, которые сильно усердствуют, я повторюсь, перед Соединенными Штатами, как раз не подумали, что одно дело, когда сами Штаты, допустим, бомбят Ирак или убирают Каддаф, и другое дело, когда ты к ним присоединяешь. Ты присоединился, и ты думаешь, что это тебя потом не коснется? Нет, я повторюсь, ислам это очень серьезно. Это очень серьезно. Причем этот джихад, это священный долг каждого мусульмана, и он, кстати, имеет не только форму военную, так сказать, это если и джихад идеологический, есть джихад культурный, есть джихад финансовый, какой угодно. То есть в этой вере, причем независимо от ее различных направлений и течений, джихад есть священная обязанность для каждого мусульманина. Поэтому, конечно, надо опасаться прежде всего фундаментальных и экстремистских, агрессивных, явно агрессивных течений, но и любое другое течение, которое может быть на поверхности, скажем, самое миролюбивое, однако это надо думать. Вы, наверное, я опережу ваш вопрос относительно того, что должны делать наши спецслужбы, я скажу попозже. Что касается второй части вопроса, сформулируйте его еще раз. Да, удастся ли остановить террористов в Европе? Дело в том, что, я потом скажу о нашей стране, но в целом в Европе, я думаю, удастся. Дело в том, что они все прозрели. И самое главное, что хотя Россия, скажем так, прямо Россию нельзя относить к этому лагерю, но Россия уже протрезвела. Путин сказал, очень четко, что я их буду бомбить там, чтобы они не бомбили меня у меня в моей стране. Я по памяти и образу цитирую его. Дело в том, что в России, как мне кажется, да что мне кажется, я твердо это знаю, Россия в самом опасном положении сегодня оказалась, потому что Россия, Российская империя и все то, что после этого было, всегда славилось умением удержать в равновесии, в мирном существовании, существование две крупнейшие религии, и православие, и ислам. И только благодаря мудрости всех патриархов, мудрости всех руководителей исламского мира, и мудрости политиков, и во время Российской империи, и во времена Советского Союза, да и сегодня, удается пока сохранить какое-то равновесие, и там все люди, независимо от веры, мирно и нормально сосуществуют. А теперь появилась реальная угроза, причем Россия может без вины пострадать в этой ситуации. Поэтому я думаю, что решение, которое они приняли, они заранее беспокоятся о собственной безопасности. Разумеется, европейские страны, если отделить Россию отсюда, и сами разберутся. Они достаточно серьезные, развитые страны в этом плане, и спецслужбы, и военные ведомства, у них достаточно развиты. Я думаю, они разберутся. А в союзе с Россией, и тем более с Соединенными Штатами Америки, им это удастся сделать. Однако здесь есть одно очень серьезное, очень большое, но. Бить надо по соответствующим точкам, по соответствующим категориям, пластам, по офицерам, как на войне. Они не просто всех подряд, потому что, если будешь всех подряд, мусульман, наказывают, уничтожают, уничтожают, то это никогда не кончится. Нужно выявить лагеря, нужно выявить оформленных, отъявленных, обозначенных террористов, и вот ими и надо заниматься. Потому что, после того, что ты открыл двери своей страны, и Европы в целом, после того, что там хлынули сколько их там, сотни тысяч, если не миллионы, то ты начинаешь опять закрывать это совсем не по-демократически и не по-человечески. Надо было, еще раз, надо было думать тогда, надо было как-то фильтровать, как-то заранее, на дальних подходах это все предупредить. Поэтому избирательный подход. Иначе, если они не разберутся так, то они разберутся террористы с ними. Потому что поезда не кончились, метро не кончилось, водохранилище не кончились, и многие, многие вещи, которые... Я, например, написал впервые о джихаде, о том, что делает исламский мир, еще в 94-м году, когда Россия Ельцина решила проучить просто так чеченцев. В декабре 94-го я публиковал в первом номере саптамена за 95-й год. Мы и Чечня называлась статья. Я тогда еще об этих вещах говорил, не потому что я сильный спец в исламе, но любой человек, который немножко с этим знаком, а вот он, как говорится, на собственной шкуре, на практике это видел там, причем с риском для жизни, для смерти, то он никогда, все, которые воевали в Афганистане, никто не поддерживал кампании против Чечни и так далее, если я прав, если я не ошибаюсь. Поэтому с этим надо очень осторожно. И в целом, я думаю, Европа разберется. Я не могу не уточнить в данных обстоятельствах, что, по вашим словам, получается, что России удалось создать какой-то свой ислам, отдельный от других? Нет, дело не в этом. Дело в том, что ислам, как любая другая религия, имеет различные течения, различные направления, от одной экстремы, крайности, до другой. Вот как раз за много лет мирного существования, умелого управления со стороны высших эшелонов власти России, как раз за счет того, что они знали, как это, это уникальный сплав народов, народностей, наций, религий. Им это пока удалось и удается пока. Не потому, что это особые мусульмане. В каждой религии есть экстремисты, а потому, что они умеют этим и заранее предупреждают, не допускают радикалов, принимают меры по недопущению экстремизма. Дело в умной и мудрой политике. То есть, это умные и мудрые политики. Да, разумеется. Я же не случайно сказал, что при Деголе во Франции это бы не было возможно. И во всей Европе, если вы обратили внимание, давно не имеет таких руководителей уровня Деголя. Мы же понимаем, что ислам, как религия, это же одна из самых молодых религий. И если, я, конечно, не могу сказать, что я являюсь спецом Корана, но Коран, это же тоже священное писание, где там не написано, там, убей, не убей, там, там тоже Коран, который описывает к миролюбию, к человеколюбию. И дело в том, что, то, что вы сказали, что Путин создал свой отдельный ислам, когда на территории, по-моему, любого государства, когда царит мир, царит понимание, взаимопонимание, сотрудничество, диалог идет, да, тогда же никто же не будет принимать какие-то агрессивные действия, там, а когда, извините меня, разбомбили в дребезги вот этот исламский мир, там, и когда народ остался без крова, народ потерял своих близких, родных, детей, и вообще непонятно, что дальше будет с Сирией, там, с другими странами, что будет, будет ли они существовать вообще на карте мира, естественно, народ настолько обозлился, что мы имели достаточно реальную, хорошую возможность видеть по телевизору, кто все-таки из числа беженцев заходил на территорию Европы, мы видели и детей, да, родителей с детьми, но их почему-то было меньше, в основном показывали здоровых, 18-летних, 20-летних, здоровых парней, которые и проявляли очень серьезную агрессию в отношении полиции, в отношении служащих тех государств, где они были, и когда им предлагали те или иные места жительства, они четко, ясно понимали, нам нужно туда, то есть Германия, то есть Франция, вот в эти страны, их не интересовало, Венгрия, Польша, там другие, эти страны их не интересовали, у них, очевидно, была поставлена задача, и что касается остановки, то есть прекращения этого всего, я думаю, что в одиночку будет и Европе, и Америке, и России тяжело бороться, и поэтому сегодня мы слышим призывы от российского лидера Путина, чтобы давайте объединяться, давайте вместе бороться с этим злом, и я думаю, что если все-таки найдется такое понимание, я думаю, что оно обязательно должно, они должны друг друга услышать, и тогда мы увидим и ощутим, потому что мы тоже взволнованы, то, что творится в мире, мы являемся частью этого мира, и оно может все произойти и у нас здесь, понимаете, может затронуть и нас, поэтому... Очень интересно получается, вы оба говорите о том, что США и Россия должны выступить в данном случае единым фронтом в поддержку Европы, отлично, но в то же время и США и Россия сейчас в СМИ, в своих СМИ ведут кампанию друг против друга, и именно по азиатской проблеме, именно по проблеме арабского мира, так вот вопрос, а хватит ли у них мудрости для того, чтобы объединить усилия? Господин Макан считает, что да, я так и не понял. Сегодня же, я сегодня читал даже тоже аналитические статьи, что то, что происходит в Турции, да, на саммите там, G20, Путин высказался, что достаточно происходит серьезный диалог, есть понимание друг между другом о происходящем именно в проблеме с террористами. Я думаю, что они найдут этот вопрос. Мне кажется, что если не до всех эта острая необходимость объединения усилий не дошло до сих пор, то жизнь их заставит это сделать. Это на самом деле очень серьезно. Можно сказать, что впервые мир в глобальном плане столкнулся с такой проблемой, с таким явлением в целом. Впервые. Никогда не было. Регионально еще можно было видеть, тричать. Но было 11 сентября. Нет, так это немножко другое. Это немножко другое. 11 сентября. 11 сентября надо еще до конца получить ответ правильный, о том, что же там на самом деле произошло. Поэтому возвращаясь немного назад в отношении вашего вопроса по неблагодарности беженцев, ну грубо я вас процитирую, то я должен сказать, что неблагодарность не со стороны беженцев в целом. Это определенная их часть, которые тоже пришли со своей культурой и так далее. Они не думали, они пришли, а им говорят, все, открывайте лица, или вам не надо это делать, или им не дают другие... вы же демократические страны и так далее. Я думаю, что опасность исходит не от толпы в целом, простите мне это выражение, не от массы, а от отдельных ее частей. Больше того, как сотрудник соответствующих служб, я вам скажу, что сейчас туда пошли далеко не все нуждающиеся в этом. Соответствующие конторы соответствующих государств, назовем это так, дипломатические, то занимаются уже, занимаются в соответствующей позиции, они занимаются плотной вербовкой, они уже оформленных агентов туда направили, их консервируют там, чтобы они сработали через 5, 10, 20 лет. Ну, так примерно делала Советская Россия после гражданской войны, когда волны эмигрантов... Советский Союз. Советская Россия, да, и Союзы, и Россию, да, да, после 22-го года, и когда нужно было, эти среагировали во время Великой Отечественной войны и так далее. Поэтому беженцы беженцам рознь, это не все одинаковые. Очень многие из них рады, чтобы иметь крышу над головой и какой-то паёк, но другие прямо с этой целью и приходят, потому что это одна из частей джихада, я опять возвращаюсь, завоевание новых территорий, новых народов, народов. Они же все... Что, что? Стратегическая цель это мусульманская Франция? Ну, грубо так, ну, не прямо так сегодня, мусульманская Франция, а если учитывать скорость их размножения, извините за выражение, то можно и о мусульманской Молдове говорить, может я... Это было на второй части программы насчёт мусульманской Молдовы. Конечно, можно, потому что тогда поговорим. Есть цифры, есть темпы, темпы размножения, есть принципы. Поэтому это часть джихада. А раз это так, то, поскольку они идут уже толпами, вагонами, кораблями, то почему бы на каждые 100 человек, например, 5-10 человек в соответствующих погорах? Почему бы нет? Поэтому ещё раз говорю, об этих вещах надо думать заранее. Ну, мне кажется, что Европа не была готова к этому наплыву. Совершенно очевидно. То, что произошло, это просто для них получилось как форс-мажорное обстоятельство. Они, конечно, европейцы, лидеры европейских стран, они проявляют выдержку, проявляют как бы хорошее, показывают своё хорошее настроение, своё приветливость, гостеприимство, но мы видим, что и народ митингует, народ выходит с акциями против всего этого, потому что мы же знаем, что такое там, где пришла одна арабская семья в какой-то дом, через определённое время там уже нормальные люди, которые жили там годами, они жить не могут. Они вынуждены Спасибо. Мы вернёмся к обсуждению после перерыва на рекламу. Оставайтесь с МБС. Итак, программа «Номер леди» продолжает обсуждать последствия терактов во Франции и как они скажутся на Республике Молдова. И у меня вопрос. Шесть террористических актов подряд по единому плану. Могла ли эта акция быть подготовлена с тем, чтобы о ней совсем не знали спецслужбы европейских стран? Или речь идёт о какой-то специальной провокации? Вопрос к господину Пулгару как к специалисту в отрасли. Ну, я, к сожалению, не в курсе сегодня о способностях французских, спецслужб. Какое-то время тому назад я мог бы вам больше об этом говорить. Ну, я надеюсь, что у них на достаточном уровне. Хотя, если они допустили, это уже говорит о явных просчётах и серьёзных проколах в её деятельности. Потому что я не знаю, с чем надо думать, чтобы, имея такой наплыв мигрантов, и вот то, что буквально до перерыва я говорил, очевидно, что туда идут и соответствующие подготовленные ребята, чтобы их не взять на контроль, чтобы не монетаризировать все их движения и так далее, чтобы не знать, где они собираются, где они живут, где они ночуют, с кем они связаны. Где у них складируется оружие с взрывчаткой. Разумеется, где перевалки, где базы, ну всё, это же не просто так из воздуха. Поэтому такие вещи очень тщательно готовятся. А если тщательно готовятся, значит, есть соответствующие условия. Потому что он не просто прилетел на самолёте утром и вечером сделал теракт. Это, чтобы соответствующий пояс надеть, надо людей иметь, надо готовить, надо убеждать, надо психологически проработать. Это нужно иметь место, людей, ассистентов, психологов. Это целая штука. Разумеется, разумеется. Поэтому я думаю, что французы прошляпили. Это грубо. Я не знаю. Более того, в их ситуации, вот мы на перерыве говорили, в их ситуации, когда Франция атомная страна, она известна, большая любительница атомных станций, вы представляете себе, что может произойти не только с Францией, если только на одну атомную станцию они нападут. А в их планах это запросто, потому что далеко от их территории и так далее. А потом им особо это и не волнует. А если несколько станций, водохранилища, метро, военные объекты, склады соответствующих химических отравляющих веществ, это страшное дело. Поэтому, если они сейчас не возьмутся за дело, то это чревато. господин Маккан, насколько правы, по вашему мнению, те, кто говорит, что европейские демократии слишком сильно делегировали полномочия по обеспечению безопасности Соединенным Штатам Америки? Вы знаете, я не хочу сейчас давать прогнозов на что, кто там, как там происходило и что будет в дальнейшем. Сегодня настолько много информации проходит по средствам массовой информации, по интернету, что очень тяжело делать какой-то прогноз. Я думаю, что мы сможем где-то через несколько дней, а может быть даже пару недель сможем реально знать, что же там на самом деле произошло, как все это было. Пока очень тяжело разобраться. Я вернусь опять к тому же моменту, который я ранее говорил, что, наверное, вся Европа настолько очень серьезно доверяла Америке, как стране одной из самых сильных имеющих самое серьезное вооружение, самое сильное вооружение в мире. Поэтому, естественно, что они себя чувствовали весьма спокойно, потому что, на мой взгляд, все ведь должно везде работают разведки, контрразведки, различные специальные службы. Но тут, как я соглашусь сто процентов с господином Плугару, что специальные службы в Франции просто профукали этот момент и, по-моему, не только они, не только они, а все, там же идет целая сеть специальных мероприятий по выявлению вот этих вот этих под это выделяются абсолютно средства сумасшедшие. И мне кажется, на мой взгляд, что Европа очень сильно в этом плане расслабилась, расслабилась спокойствием, у них давно не было ничего такого, таких серьезных скажем, жизненных потрясений, каких-то военных там действий, понимаете, если они воевали, то они воевали за пределы своих государств, а когда в таком случае усыпляется, скажем так, некая бдительность и в том числе и специальный служб, вот и он результат и факт налицо. Вы знаете, по логике вещей теперь следует ожидать развития в европейских странах национально-патриотических движений. И вот возникает вопрос, от этих движений пострадает все мусульманское или гнев народный в 21 веке будет избирательным, господин Пугаров? Нет, никто не будет ничего избирать. Народные стихи людей, доведенных до отчаянного, до безумия, ничего не выбирают. Защищающих свои дома? Разумеется, это, кстати, один из источников и самых серьезных источников фашизма. Фашизм не просто так, и национально-патриотический, и националистический, и ксенофобия не просто так появляется. Так же, как и то, что сейчас случилось, если мы хотим разобраться, что произошло, то мы должны ответить себе на вопрос, а почему? Неужели эти исламисты все такие идиоты, это же просто так взяли и напали? Нет, это ответ на какие-то предыдущие действия политиков или государств, которые сейчас страдают. То есть, это очень серьезно. Я в третий раз говорю за эту передачу. Им надо заниматься мощно. И нам, особенно нам, молдаванам, нам руками, зубами, всем, что мы можем цепляться за наш нейтралитет, надо держаться и ни в коем случае от него не отказываться. Ни при каких обстоятельствах. Откажемся от нейтралитета, то бомбы будут и у нас. Это спокойно. Это без всяких этих самых проволочек. Поэтому национально-патриотическое движение, как вы выразились, оно, конечно, возрастет, несомненно, и оно, конечно, будет чистить все подряд. И мы можем иметь очень серьезные конфликты там. Кстати, это разгорит еще большей силой террористическое пламя, потому что эти террористы получат обоснование того, что они должны еще более. Вот видите, какие эти идиоты, немцы, французы, бельгийцы и так далее. Не получится ли так, что в нашу маленькую Молдову хлынут потоки беженцев не только из арабского мира, но и мусульман из Европы, если их начнут оттуда выгонять национал-патриоты местного разлива? Вы знаете, на мой взгляд, мы настолько увлеклись нашими внутренними проблемами, происходящими здесь различными экономическими кризисами, политическими кризисами, значит, снятие одного правительства за другим. И мы в этом плане, наверное, не замечаем, что творится вокруг, мы имели достаточно очень серьезный конфликт рядом в Украине, и мы переживали до сих пор, имеем его до сих пор, мы переживали об этом, и мы имели здесь сами свой этот конфликт, а теперь мы видим, что творится, что мировое устройство, которое было до сих пор, оно немножко меняет свой формат, и меняет очень серьезный формат, понимаете? и сегодня наплыв различных людей, который идет и в том числе и к нам в республике Молдова, да, некоторые думают, а что они у нас будут делать, мы бедная страна, нам самим нечего кушать, ничего подобного, ничего подобного, здесь как раз такая земля, здесь мир, благодать, и мы знаем, что у нас здесь есть люди уже как бы с исламской религией, да, мы, республика Молдова, очень гостеприимная страна, мы им предоставляем свободу религии, свободу, скажем так, передвижения и так далее, и так далее, свободу высказывания, открывать бизнес свободно, открывать бизнес свободно, мы же ничего не имеем против, я еще раз вернусь к тому моменту, что если мы здесь будем вместе сообща, в нашей республике, уйдем от тех внутренних распри, внутренних дрязг, которые существуют, то будет мы, еще у нас есть шанс выплатить, а если мы дальше будем, вот у нас будут идти вот такие вот, делить народ на ваших и не наших, тогда не наши уже придут сюда, и они действительно, здесь начнутся строительство мечетей, здесь начнутся строительства... Да началось уже. Да началось уже, Вот на Буриканах есть, поэтому, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, что мы можем здесь иметь свой собственный внутренний конфликт, который взорвется из-за этого кризиса, то, что происходит здесь. Не забывайте, что у нас есть такие категории населения, как ветераны войны, пенсионеры, МВД, пенсионеры, военные, другие, которые сегодняшний день настолько ущемлены в своих правах, не до получения пенсии, различных государственных гарантий, что эта категория может многое, они люди специализированные, умеют обращаться и с оружием, умеют обращаться и с военной техникой, управлять военной техникой, и многие, многие другие вещи, поэтому, если государство или не государство, а те люди, которые сегодня хотят назвать себя, что они правят этой страной, то пускай они задумаются над этим, потому что они за горами, и здесь тоже очень серьезный конфликт, и вот поэтому у меня вопрос, готовы ли спецслужбы Республики Молдова противостоять международному терроризму, в какой форме и насколько они готовы к этому? Сто процентов я не знаю, я надеюсь, что да, потому что это настолько лежит на поверхности, что, ну, это же вообще известно. Господин Плугар, извиняюсь, я вас перебью, вы слышали какие-нибудь, чтобы наши спецслужбы какие-то там делали какие-то серьезные, какие-то аппетиты, показали бы хотя бы какие-нибудь, я лучше пойду и один на один скажу. Я тоже не хочу их ругать, но мы не видели, не слышали. Дело в том, что есть открытая информация, из которой следует абсолютно очевидные выводы, ну, например, один мужчина, мусульманин, за свою жизнь может расплодить 40-50 детей. Вы назовите другую нацию, вернее, представители других религий, которые, а теперь... Ну, может, наверное, любой вы знаете. Это будет не арифметическое, это будет скоро геометрическое. И мы уже будем получать не сотни тысяч ионов, а сотни тысяч ибрагимов. И через 10, 15, 20 лет, я не знаю, надо просчитать все, мы можем иметь и даже соответствующую партию в парламенте. И это не шутка. Что такое 10, 15, 20 лет? 18 лет человек взрослый, он уже пойдет на выборы и так далее и тому подобное. Поэтому я надеюсь и я думаю, что наши ребята это имеют в виду и занимаются. Более того, это элементарно. На этой фазе это не так трудно. Разумеется, нужно создавать соответствующее управление, направление бы... Постанавливать. Ну, не было специального направления, потому что не было необходимости когда-то. Но я могу засвидетельствовать, что сегодня еще в живых несколько полковников, вы знаете, арабистов, специалистов по исламу. Ребята очень серьезные, которые, если их пригласят, чтобы они соответствовали с советами. А пригласят ли? Да, я думаю, что они не... Я думаю, что пригласят, потому что... Не действующие? Потому что... Пенсионеры? Не, пенсионеры, да, разумеется. Но они мощные. Ребята... Бывших не бывают. Когда кончали соответствую заведение, работали за кордоном, потом... Нет, мы имеем... Мы имеем достаточно... Потенциал. Достаточно пока еще имеем потенциал. Пусть им по 65, по 70, но я же нередко говорю, здесь не мешки таскать или каменолом не работает. Это надо здесь иметь. И такие люди у нас есть, и я думаю, их привлекут. Значит, повторяю, нужно создавать особое специальное направление. Что будет и афишировать, что нет, это не важно. То, что уже есть зарегистрировано, потому что через них... Ну, не придут же они к молдаванам, значит, и начнут у них на квартире находиться, склады и прочее. Значит... Не факт, все может быть. Все... Есть этот список. Его надо держать под контролем. Вся полиция должна знать, где, что... Не потому, что мы хотим их ущемлять в своих правах. Нет. Мы нормальное гражданское общество. Мы лояльно относимся к любым другим религиям. Но нужно думать, прежде всего, о собственной безопасности. Поэтому это все надо монетаризировать. Кто, когда, что, куда поехал, когда приехал, с чем, где бывал, здесь, и так далее, и так далее, и так далее. Ими надо заниматься самым серьезным образом, пока они не стали нами заниматься. Потому что, ну, в самом деле, коллега задел вопрос, есть большая разница между черноземным и песком, где их родина. Поэтому зря кто-то говорит, или вы, по-моему, решились, осмелились ставить под сомнение. Они с удовольствием сюда переедут. Сюда и будут, их будет все больше и больше и больше. А молдаване, русские, украинцы, гагаутцы, смотрите, как мы, мы практически не размножаем. Не размножаемся. Один плюс один в лучшем случае дает одного ребенка. Это же минус один в воспроизводстве. Если дают два, это нулевая воспроизводимость. Демографические показатели. Демографические мы убываем. Мы намного больше умираем, чем рождаемся. А они нет. И поэтому не так далеко. 10-15-20 лет. Как вы думаете, надо восстанавливать или уже восстановили и работают в этом направлении? Вот что интересно? Не было специального такого направления. Тем более, в советское время не было. А вот после 90-х, ну, при мне оно не создавалось. Я не слышал, что было специально. Ну, служба антитеррора это была. Так это другое дело. Я говорю о направлении по линии ислама, которое включит себе антитеррор. Это я создавал сам. Еще в 91-м, в 92-м годах и я создавал за моим приказом согласованно, разумеется, с президентом, с премьерами и со спецподразделением и целое направление, которое, значит, имело задачу предотвратить террористические акты против страны. И, кстати, наши ребята еще с тех пор во время соревнований, если можно это назвать, соревнованиями со спецподразделениями дружественных с нами, нам стран всегда выходили на первые места. Мы проводили очень серьезные... Есть ребята? Есть. Есть и традиции, и спецы, если иметь в виду чистый антитеррор. Но я взял немножко шире, потому что террор, он сегодня откуда исходит? В основном из этого мира, из радикалов, от радикалов из этого мира. Нужна ли будет... Да, господин Маккан. Будучи депутатом с 2005 по 2009 год, я был как бы членом комиссии по национальной безопасности, и мы рассматривали многие вопросы, в том числе и работы СИБА, работы других специальных подразделений. И тут проблему надо ставить шире. Нужно государству уделять более серьезную финансовую помощь, финансовую, для приобретения ряда специальных средств. государству. А это просто человек один, человек один, как физическое лицо, да, он мало может сделать. Для этого ему нужны специальные подручные средства, чтобы он мог выявить, прослушать, увидеть, зафиксировать, задокументировать, в конце концов, потому что без каких-либо документальных подтверждений мы не можем предъявить никакому гражданину. законодательная база позволяет. Законодательная база. Амер информации с другими спецслужбами. Это всем надо. У нас неплохая. Сегодня, я знаю, что работники спецподразделения проходят опыт работы в других странах, понимаете, с другими подразделениями. Но опять же, если коснуться материального снабжения вот этих людей, которые работают, мы далеко не в лучшей форме находимся. И благосостояние, видимо, тоже. Соответственно, конечно, людей надо тоже поддерживать материально, надо его обеспечить хорошей социальной гарантией. Потому что человек, он работает, он служит государству, и он постоянно находится на лезвии ножа. И в первую очередь государство должно ему уделять... Ни один нормальный сотрудник, у кого нормальная жена, не будет здесь работать, зная, какой здесь риск. Вот увидела супруга Георгия или Василия, что происходит во Франции. Как вы думаете, она слезет с него, пока он не... Или не определится с зарплатой? Нет, поэтому надо повышать зарплату. Они же рискуют. Квартиры... Отсюда текущих кадров... Это власть взяла и квартиры, и льготы, и другие, и пакетом, и прочим. Так нельзя поступать с такими контролями, потому что приходит время, когда они должны сработать. Вот эти пресловутые рыцари, плаща и кинжалы, они же не каждый день. Их тоже раз в 10, или в 20, или в 50 лет, где какая история у страны, они должны сработать, чтобы не стреляли, как у нас, берег в берег, часть народа, другую часть народа, чтобы это все заранее, на ранних подступах придут. Хорошо, а что же помешало французским коллегам? Они-то, наверное, содержание имеют хорошее. Я же говорю, коллега сказал, они это жир бесится, им давно было очень давно хорошо. Получилось то, что они не ожидали, никто не ожидал, что хлынет все вот это, а в такой массе, понимаете, тут еще пошло отвлечение, на что народ хлынул, и все идет и идет, понимаете, и такую массу людей переработать, это не одного и не года работы, это десятилетие, чтобы людей выявить тех лиц, а тут они как раз под шумок, бац, и все, и получилось. Ладно, французы, условно говоря, они более легкомысленные, чем немцы, а немцы, они педантичные, а немцы, это же очень серьезные люди по всем этим вопросам. Гитлер благодаря тому поднялся во власть, что каждый второй немец стучал друг на друга, они имели сильнейшую информацию, а тут французов застали в рассловах. По каналу международных СМИ, что подозреваемым в организации терактов в Париже является некий Абдельхамид Абаут, который проживает в районе Маленбек, Брюсселя. Этот человек три года уже находится под контролем бельгийских спецслужб, находился, значит, по подозрению в соучастии в других, в целом ряде терактов на территории Европы. И тем не менее, этот человек как жил у себя в районе Маленбек, в Брюсселе, так и, вероятно, живет там сейчас. Чем это объясняется? Знаете, как говорят, если ружье висит на стенке, оно все равно на нее раз выстрелит. Вы видите, что здесь где-то есть алогичные моменты. Если нам дадут хорошую зарплату, хорошие деньги, то я обещаю этому государству, 30-40 человек специалистов, они наведут порядок за полгода, но за хорошие деньги. У нас есть такие люди, что вы даже не представляете себе, какие спецы. Европейского, континентального масштаба, ребята. А вот, господин Макан, в комиссии по национальной безопасности в 2005-2009 году случалось вам поднимать или рассматривать вопрос опасности исламского терроризма? Нет, в то время, в то время, как таковое, оно не возникало нигде, по-моему, даже в мире не было этого всего. Были какие-то там междоусобицы, но потом у нас была бомбежка в Ираке, там, да, но мы же государство направило контингент, но у нас миротворческий контингент был. Он, в принципе, сказал господин Пугару, они не поехали там с оружием в руках с кем-то там разбираться, противостоять против кого-то. Они поехали чисто с миротворческой миссией заниматься этим разминированием. Это очень опасная миссия, конечно, но и тем не менее, тем не менее, тогда, я помню, тогда вопросы поднимались очень серьезные. Как это? Мы не интервальная страна, мы должны отправлять наших воинов в Ирак, а потом, мы помним, что был призыв бывшего министра обороны, как его, Маринутса, который дал призыв, что не чуть ли опять собирать людей, отправлять в Афганистан. Мы тогда выступили с очень большой критикой в адрес министра Маринутса, что как это? Так, неужели нету такого, что мы 12,5 тысяч людей, прошедших Афганистан, в первую очередь, могли бы с нами посоветовать, спросить, ребята, как вы смотрите на это? Мы тогда сказали, что мы категорически против. А если для офицера это единственная возможность купить квартиру, вот так вот возьмем? Мы же знаем, что это так. Ну, вы знаете, пусть он тогда пишет заявление, мы можем нашего гражданина. Пусть он пишет заявление тогда, пусть он как-то, но не государство должно этим заниматься. Пусть записывается в легионеры, французские. Пусть покупает ему квартиру. Есть, есть средства. Как все были бы рады, но не может государство сейчас купить ему квартиру. Есть пути вступления в частные армии, и люди идут туда. Но и нельзя опять тоже уйти у кого-то на поводу, потому что я помню, как тогда было, мы же типа хотим европейское сообщество, значит, мы должны быть вместе с европейским сообществом, принимать разные вызовы, принимать разные трудности, и тоже мы должны с своей стороны отправить контингент какой-то для оказания помощи НАТО в Афганистане. А если мы всех наших военных отправим в частные армии, кто будет защищать нас, если когда возникнет част, чем? Нет, ну, во-первых, мало таких отчаянных, я думаю, сумасшедших, которые туда пойдут. Ну, несколько, десятков, я не знаю, давайте посоветуемся, ну, наберут. Но сотнями, тысячами, не думаю. Они все ценят жизнь, и лучше оставаться дома. В нейтральном государстве. Частная армия? Что это такое частная армия? Частные военные компании. Он говорит, что если молдаване военные уйдут, в частные военные компании. Я говорю, не уйдут, так много, но частные, если очень хочет, пусть идут. Хорошо, а не может возникнуть несколько альтернативная ситуация, что наша страна, наша Молдова будет использоваться экстремистами из арабских стран в качестве такого, не знаю, подвала, где можно отсидеться, пока их гонят в Европе, и пока с ними воюют у них дома в Аравии? Борьба с наркоманией, с этим трафиком и так далее показала, что у нас возможно все. За любые деньги можно любые вопросы решать. Причем, в данном случае, как показывает наша практика, вот последние 10-20 лет, наркомания процветает, а это означает, что полицейские подкупны, что прокуроры подкупны, что и так далее, и тому подобное. То есть, это не красит нашу страну тоже? Это тоже не красит. Никаких проблем для них нет. Никаких проблем для террористов у нас нет, если мы резко не займемся очищением рядов полиции, и не только полиции, и так далее. Если мы не займемся управлением этим системами, как надо. А то одного, одного дилетанта на другом направляют туда люди, которые вообще не имеют представления о задачах обеспечения общественного порядка. Я понял позицию господина Плугару. Господин Макан, ответ да-нет. Готова ли Молдова противодействовать исламскому терроризму вот прямо сейчас? Нет, не готова. Спасибо. К сожалению, время, отведенное на нашей программе, подходит к концу, однако мы продолжим обсуждение это и прочих не менее важных для страны и общества тем и расскажем об этом зрителям в следующих выпусках программы Энну Мелеледжи. С вами в студии Ли Мбиси были Анатолий Плугару и Михаил Макан и я, Семен Никулин. До свидания. Оставайтесь с Мбиси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова